всем привет тема видео двойное налогообложение беженцев из украины которые спасаются от войны в европе раздутая тема много кто поиздевался над украинцами но где же правда в чем развод и как выйти из ситуации разберемся в этом видео а также вы узнаете ответы на остальные вопросы которые вы видите на своих экранах но прежде чем перейти к делу попрошу пожалуйста вас обязательно в комментариях под видео написать ваше мнение или отзыв если вы беженец находитесь в ес и удаленно работаете в украине то напишите что вы собираетесь делать с двойным налогообложением и как выйти из ситуации а если вы беженец и работаете в ес или получаете финансовую помощь то напишите что вы думаете заставят ли вас платить налог в украине за то что вы получите в европе и рекомендую посмотреть эти ролики которые вы видите на своих экранах там может быть для вас полезная информация ссылки будут в описании а теперь подписывайтесь на канал поделитесь ссылкой на этот ролик в ваших соцсетях чтобы помочь всем нуждающимся разобраться в этом вопросе и давайте к делу и так главная суть всего этого кипиша в том что все беженцы которые выехали из украины и находятся в странах ес более 183 дней становятся резидентами этих стран да это правда и дальше будем говорить отдельно у каждой категории беженцев первые это беженцы которые живут в европе но работают удаленно в украине получают заработную плату или доход в украине естественно все налоги оплачивают в украине и после 183 дней пребывания в одной из европейских стран нужно еще будет уплачивать налог с вашего дохода с украины и в стране в которой вы сейчас проживаете да неприятно некрасиво да и вообще неадекватно получается но есть несколько но которые должны избавить вас от всего этого и теоретически переживать не стоит глава комитета по финансам налоговой и таможенной политики даниил гетманцев своем телеграм-канале ранее заявлял что правительство работает над решением вопроса двойного налогообложения и ведет переговоры с организацией экономического сотрудничества и развития поэтому беженцам за границей не нужно заполнять никакие декларации до конца 22 года и платить налог со своего дохода в украине за границей потому что к этому времени вопрос должен решиться кроме того некоторые страны в вопросе налогового резидентства решили пойти навстречу беженцам и отменили налог для украинцев налоговая служба польши до конца войны не будет признавать украинцев польскими резидентами за исключением случаев когда украине самостоятельно изъявил желание стать налоговым резидентом польши то есть если вы хотите платить то вы можете платить налог в польше но никто вас не обязывает ссылка на документ будет в описании к видео ирландская налоговая также приняла решение что наемные работники украинских компаний которые находятся в ирландии и работают удаленно не будут становиться резидентами ирландии в общем если вы сомневаетесь что украина решит до конца года вопрос двойного налогообложения то можно рассмотреть такой теоретический кейс например вы находитесь в германии и с момента вашего пребывания еще не прошло 183 дня вы закрываете статус временной защиты в германии и переезжайте например в ту же польшу или в Ирландию и там как минимум до конца года можете не беспокоиться о двойном налогообложении вашего дохода. Да, это некомфортно, но если вы зарабатываете интересную сумму денег и если вы сомневаетесь в том, что Украина решит этот вопрос до конца этого года, то разве вы хотите потерять часть своего дохода? Я думаю интересно будет почитать ваше мнение в комментариях под этим видео. Так что обязательно напишите в комментариях, что вы думаете. Следующие у нас беженцы, которые по статусу временной защиты устроились на работу в какой-то европейской стране. Получают зарплату, платят налоги в этой стране в Европе. То по возвращению в Украину, как раздували блогеры на ютубе, беженцы как бы обязаны в конце года подать декларацию и заплатить налог в размере 18% плюс 1,5% военного сбора. И тут я позвонил своим знакомым, которые в 2021 году работали в Европе для того, чтобы разобраться с этим вопросом. Они работали в Польше, Германии, Чехии, еще в каких-то странах. Работали официально, платили налоги. Были там более 183 дней, но пару раз приезжали в Украину и опять уехали. Никто из этих людей не заполнял декларации и не платил налоги. А вы в комментариях напишите, как вы считаете, должны ли такие люди, которые зарабатывают деньги в других странах, приезжают в Украину, привозят эти деньги, наполняют бюджет Украины этими деньгами, платить еще какие-то налоги. Поделитесь вашим мнением обязательно в комментариях под видео. Дальше, я опять совершил звонок, но уже в налоговую службу Украины, для того, чтобы получить ответы по этим вопросам. И в налоговой мне сказали, что ориентировочно, если у этих украинцев за границей все было официально и оплачены все налоги, при этом у них не было не облагаемых налогом доходов в Украине, то декларацию подавать им не нужно и платить налоги в Украине тоже не нужно. Также в налоговой сказали, что до подачи этих деклараций есть время и возможно к этому моменту будут точные разъяснения. То есть эта информация не есть истинной. Касательно штрафа, многие блогеры на ютубе кричали, что в Украине какие-то нереальные размеры штрафов, но никто из них не назвал никакой конкретики. Не называли сумм, не называли процентов. Почему они не сказали этого? Да потому что они просто не знают этого и не знают, как все происходит в Украине. А мы с вами давайте все-таки посмотрим, как теоретически могут выглядеть эти штрафы, которые указаны в налоговом кодексе Украины и в кодексе Украины об административных правонарушениях. Как вы видите, да, штрафы существуют, но они не такие, как кричали блогеры. И теоретически беженцев они не должны коснуться, по крайней мере, настоящих, а не олигархов. А вот для олигархов, которые имеют свой бизнес за границей, штрафы могут быть интересные. Следующие у нас беженцы, которые по статусу временной защиты просто получают финансовую помощь и не работают. То за этих беженцев блогеры тоже говорили, что по возвращению в Украину они тоже должны подать декларацию и заплатить налог в размере 18% плюс 1,5% военного сбора. Но опять-таки это только теория, потому что с одной стороны можно воспользоваться тем же самым приемом, которым пользуются зарабетчане. С другой стороны, когда я звонил налоговой Украины, там мне сказали, что с благотворительной помощи налоги не уплачиваются. Опять-таки все это только теория. И да, теории в этом видео было много. Но в других видео на ютубе было вообще непонятно что, потому что никто не использовал ссылки на официальные источники и документы. А все только кричали, что есть какой-то закон, и что беженцы будут платить налог два раза. А правда и истина только в одном, что правильные ответы будут только в индивидуальной налоговой консультации. Когда придет время, потому что сейчас правительство Украины еще только занимается решением всех этих вопросов. А ссылки на все официальные источники, с которых бралась информация для этого видео, будут в описании. Так что переходите и ознакомливайтесь. Надеюсь видео было полезным для вас, поэтому поделитесь ссылкой на ролик в ваших соцсетях, чтобы помочь всем нуждающимся разобраться в этом вопросе. И обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропускать важную и полезную информацию. Кнопочка подписаться внизу под этим видео. А также пишите в комментариях ваши вопросы, что еще рассказать и показать. Спасибо всем за внимание, за просмотр. Берегите себя. До новых встреч. Пока-пока.